На сегодня в доме Павла Григорьевича это уже третья делегация гостей. 90 лет возраст почтенный, а для фронтовика, который служил в лыжном батальоне сибирской дивизии, еще и почетный. Привезли вам конверт с пожеланиями от президента нашего, прям с Москвы, с Кремля. Я попрошу, чтобы все-таки вы распечатали, наверное. Пока родные юбиляра распечатывают первый конверт, гости зачитывают поздравления губернатора области Амана Тулеева. Низкий вам земной поклон за истинный патриотизм и беззаветную преданность Отечеству, родному Кузбассу. От всей души желаю вам здоровья, благополучия. Мы гордимся вашим поколением, поколением героев и победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. И каждый внес свой поистине бесценный вклад в общую победу, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго, президент Российской Федерации Путин. Гости поздравили юбиляра и от лица мэра города Вячеслава Телегина, и от себя лично. Увидеть улыбки на лицах Павел Григорьевич уже не может. После ампутации и инсульта он потерял зрение, поэтому настроение окружающих воспринимает только на слух. Но, как говорят родные, силы воли ему не занимать. Он ее проявил еще в 41-м, когда 19-летним пареньком отказался отсиживаться в тылу. Его в шахту хотели, он сказал, в шахту не пойду, лучше на фронт пойду. Ну и пошел воевать. Но он это самое рассказывал, что очень было страшно воевать. Он говорит, нам говорят, в бой, а у нас все поджилки трясутся. Ну, в бой так в бой. И бежим, говорит, стреляем. Историю войны своего отца, дедушки и уже дважды прадедушки знает вся семья. Повоевать ему пришлось недолго. В 42-м, под Старой Русью, Паша Хромцов дал свой последний бой. Когда их привезли в эшелоне, они вот шли пешком, а лыжи тащили на себе. Вот он мне рассказывал. Потом побросали эти лыжи, потому что в 45-м там шли пешком. А утром начался артобстрел, и рядовой Хромцов подорвался на мине. Тяжелое ранение, которое задело руку, ногу и глаз, усугубилось тем, что до конца атаки пришлось лежать на морозе. В результате ему ампутировали пальцы и через полгода комиссовали. Вернувшись домой, Павел Григорьевич отправился в забой шахты Кирова, где горным мастером отработал 26 с лишним лет. Но сначала была любовь. С фронта пришел, весь перевязанный, познакомился с моей мамой. На костылях, на танцах. И влюбились друг в друга. 20 лет назад Павел Григорьевич остался без супруги. Но назвать его одиноким никак нельзя. Сын, дочь, четверо внуков, двое правнуков. И вот-вот на свет появится первая прапраправнучка. Так что программа «Минимум» – услышать голос нового человека в семье. А программа «Максимум» такая. Вчера мы все сидели и сказали, отец, возьми себе планку, теперь до 95 лет. А что я ему пожелаю? Здоровья. Пускай поживет еще. Я ему всего желаю. От и до. Да, папа? Да.